Здравствуйте, у нас сегодня 25 ноября. Посмотрите, уже готовя к Новому году, к Рождеству, уже такие лампочки вешаю. Приехала такая машина. Другие лампочки, надеюсь, будут. А то что-то у нас два года подряд одной тоже было. Может, нынче другое что-нибудь повесит. В общем, сегодня я должна была идти на мезиотерапию, но мне пришлось перенести на завтра, на воскресенье, потому что, оказывается, у Лёши праздник сегодня. Там, ну, в общем, диспедида, там уходит диспедида, по вращению уходят люди, ну, на пенсию, где-то там. Такой праздник. И по окончанию сезона тоже все вместе. Нас пригласили, и на вечер, и я решила, что я буду сам в красную розу, что ли, пойду. После уколов, легко красное все. И перенесла на завтра, на воскресенье, так что... Нет, я вас не снимаю. Испугался мужик, что я его снимаю. Вот так вот. А, еще такую Лёшу неприятную новость вообще не сказала. В общем, одна там такая звезда есть. Не буду ее имя называть. А, в общем, она там возмущалась и сказала, пусть Татьяна приходит, но никого не снимает. Притом, главное, ни у кого она не спросила. Там, ни с кем не поговорила. От своего имени сказала, что всем не нравится. Хотя я в прошлом году, когда снимала, люди сами в камеру лезли. И я в прошлом году спрашивала, можно снимать. Нет, они в те сами лезли. И эта женщина, значит... Ну, во-первых, она с прошлого года сильно разжирела. Ну, просто вообще невероятно. И я думаю, вот из-за этого, что она так плохо выглядит теперь, она вот решила, что я ничего снимать не должна. Ну, чтобы, видимо, не видеть себя, может. Но я сказала, что что это... Если я вот иду, если все скажут, что не надо снимать, то я не буду снимать. А Лёше я сказала, пожалуйста, я её не буду снимать. Мне вообще нафиг она не нужна. Просто же можно подойти и сказать, что меня, пожалуйста, не снимайте. И всё, и никаких проблем же нет. Ну, вот, вы знаете, вот зависть, она... Она интернациональная. У неё нет ни национальности, ни возраста, там, ни сословия. Зависть, она вот просто есть зависть. Она что мужчины завидует, что женщины, что дети завидуют. Все завидуют. Вот вообще. И вот некоторые просто умеют с этой завистью бороться и не выглядеть глупо в глазах обрушающих. А некоторые вот бывают, ну вот, в такой степени вот она... Просто, почему я знаю, что она растолстела? Потому что я недавно ходила в Меркадонну и её там увидела. Я хотела подойти с ней поговорить, и она меня увидела, и как развернулась. Она латиноамериканка. И как она развернулась и убежала от меня вообще. Ну, видимо, она сама тоже переживает, что... Её распёрла. Да, к ней же рис только. А ещё, тем более, есть его 36 лет, и вот она вот такая, ну, безобразная просто. Вообще ужас. Это вообще. Вот видите ли, из-за того, что она потеряла форму, значит, надо было на меня кинуться. Потому что я никакие формы не потеряла. Свои 50 лет нормально выгляжут. Вот так. Так что, от зависти, она вот, ну, хоть откуда может, вылезти и вот нагадить. Это вот. Я уже начала просто как-то уже по этому поводу бояться. Вот. Что-то говорить, что-то вот рассказывать. Потому что, вот даже, получается, ничем своим, ну, чем-то хорошим нельзя даже вот поделиться, вот как бы свою радостью. Я же, ну, например, я не хвастаюсь, а просто вот я вот там, например, счастлива, что у меня что-то получилось, что там как-то я чего-то достигла. Ну, мне тут же ссуется в рожу, что что-то тут перед нами хвастаешься, что что-то нас пытаешься так опустить, что ли, ну, вот так вот. Очень грустно. В общем, так. Вот, видите, гуляю одна, у них их подруг у меня нет. И мне написали, что то, что у меня нет подруг, потому что я вот такая плыхая вся, и так мне и надо, и поэтому у меня нет подруг. Ну, и ладно. А я, знаете, никогда как бы сама с собой не скучаю. То есть я всегда себе могу найти какие-то занятия. Кстати, зачем я сюда пришла, не понимаю, что я купила. В общем, я пошла себе что-то, какой-то наряд буду посмотреть. Сейчас себя покажу. У нас дождик, да. Поэтому под зонтиком, шла под зонтиком неудобно. Пойду погуляю. Посмотрю. Вы знаете, в троге дождика все равно жарко. Фу, все равно так жарко, ужас. Ну, ладно. Сейчас пойду поискаю что-нибудь, поищу. Блин, эти Каталан сейчас все продолжает. Мы уже показали, что тапки какие-то свои разбросали. Смотрите. Не остановлюсь, знаете, мне еще раз покажут что, люди очень легко обмануты, но потом очень трудно убедить что их обмануты. Номес есть... Номес есть... Номес есть... Они просто наивные, они не понимают, они не понимают вообще, что они натворили. Они до сих пор это опытные. Они все равно вешали вот эти флаги и думают, что все хорошо. Смотрите, вот даже в плохую погоду все равно такая красота. Вот так, вот так красивее. Можно вот каждую стоять, каждую часть рассматривать. Каждая часть такая красивая. Красивая. Так, идти туда мне или нет? Наверное, я туда не пойду. Там идти одни, дорогой. Веряя, я сюда пошла. Там индусы только торкуют. Такие футболки. У меня такая вкуснотища. Вкусненько так. Знаете, мне вот что обидно, я вам сейчас расскажу. Я вот когда была молоденькая, вообще я могла жрать вообще все, что угодно. И я вообще никак не поправлялась. Вообще я могла не переставая жрать. У меня была такая фигура вообще. Я высокая, у меня ноги длинные. Вы оставляете непонятной. В этот момент. Это неizar, я longия. Я на насond Когда он ходил сюда по рынку, мне все подходило. В общем, ничего не подмирно, все красиво было. И вот зачем такой закон подлости? Я ничего не могла откупить себе, у меня не было денег. Сейчас, пожалуйста, деньги есть, я могу купить все, что хочу. Мне это ничего не идет. Все на мне это ужасно смотрится. Еще еда это, жрать нельзя. А все хочется. Что за хигня? Ничего, жизнь такая. Это я так шучу. Кстати, знаете, я тоже что-то подумала, что у меня кашель-то аллергический. И он у меня как раз начался именно в тот момент, когда я начала ходить и убирать офис. Это у меня аллергия на эту, на химию, в которой я, на мой офис. И так. Ну, видимо, накопилось у меня уже за столько лет. Жене этот организм, видимо, уже не переносит. Так что вот оно. Оно очень вредно. Ее здоровье вредная очень работает. Ну, а куда деваться-то? Все равно буду ходить работать. Вот что-то тут крюченько надо сходить посмотреть. Забралась тут примерочная, но тут уж у меня никто не укажет, что снимать нельзя. Есть такая кнопочка. А вот кнопочка, если можно позвонить, тебе придут на помощь. Я так, если не буду лежу. В кроссовочках. Ну, вот она вот эта. Посмотрите. В груди узко. В плечах узко. Рукава узкие. Почему такие рукава узкие? Мой размер. Ладно бы я вот не свой бы размер взяла. Я взяла свой 4850 взяла. Боже, какой ужас. Смотрите, как страшно. Ну, вот объясните, что это такое. Ну, вот это вот. Ну, как вот при такой ширине. Вот при такой ширине платья. Можно сделать такие узкие рукава. И в плечах. И это 4850. Вот я вот так вот померяю. У меня такая злоба. Я выхожу и ничего дальше уже не хочу мерить. И что это за цвета? А там ничего больше нет. Там какие-то рыжие остались. Ярко-красные. Я думала, что может горошек. Вообще, у меня-то груди совсем не такие. Я не понимаю. У меня маленькая груди. И то она не влезла. Смотрите, что делается вот тут. Вот это вот так вот должно быть. Если бы оно было бы нормально обокроено. Вот было бы нормально. Вот смотрите вот тут. В общем, я вообще не умею одежду выбирать. Ой, все, пошла я отсюда. Смотрите, тот же самый размер. Но кофточку купила в Лидле. Ну то есть немецкий, видимо, размер что ли. Почему-то немцы правильно соблюдают пропорции. Почему вот этот сердевариус некие пропорции. Ну как можно при такой ширине сделать такие узкие извлечья. Ну так я все время психую. В общем, похоже, что я опять ничего не купила. В общем, нашла вроде бы более-менее. Но что-то все равно мне в восторге. Ну это конечно джинсы, наверное. Там сапоги оденые и черные колготки. Там все-таки, нет, там штаны просто торчат. Если колготки было, то лучше было. Скажете, почему серые цветы? Там все вот серое, белое. Какое-то в елочку, в полосочку. Какие-то все-таки цветы. Не знаю, люди. О, не знаю. Нет. Нет, даже деньги на это говно не будут тратить. Почему я не обманываю? Ох, смотрите, там требуется продавщица. Ну в общем, все равно меня не возьмут. Ничего молодых надо. В общем, хочу показать, смотрите, вот все одно. Серое, белое, все чуть-чуть. Полоски. Фигня такая. В общем, ничего я не понимаю в моде. Если мне вещи не нравятся, мне наплевать. Модна она или не модная. Марочная или не марочная. Фу, я так даже деньги не буду тратить. На. Что за фигня. Я хочу, чтобы вещь не шла. Кстати, чем проще магазин, тем больше становится выбор. Как проще вот это дешевый магазин. Надо там посмотреть еще. Ну в общем, купила себе черную юбку-карандаш. Карандаш за 11 евро, за 12. И все, я устала и ничего больше не хочу. Пойду дома померю. Кофточек-то у меня много. А юбки у меня нет. Вернее, все, которые были, уже всякий вид потеряли. Слава Богу. В последний магазин уже зашла. Смотрю, юбки-карандаш висят. Как я давно и давно искала их. Ну в общем, так скажу вам. Чем проще магазин, тем больше выбора. И тем, ну тем больше, размеры больше становятся. То есть, эти вот марочные магазины, они вообще, видимо, рассчитаны только чисто на молодежь. Ну то есть, там крой идет на молоденьких, худеньких. Это бессмысленно. Даже я, в принципе, не считаю здесь камень толстой. Но и худой тоже не считаю. Выбирать очень тяжело. И потом еще у меня терпения нет. Ладно, Ольга Брукман, ей это нравится. Она ходит, это все щупает. Там ищет, выбирает. А я не могу. Вообще не могу. У меня нервов не хватает. Ну вот такой вот человек. Я ненавижу магазин. В общем, что постараюсь сегодня вечером, то сниму. Но мне наплевать, что они там говорят. Я хочу, я буду снимать. Если вот так всех слушать, всех это не снимай, там не снимай, туда не смотри. Вообще никогда невозможно ничего снять. Да, вот нагло буду так. Кстати, почему я всю серую выбирала. Во-первых, почему-то размер мой был только вот на таких вещах. И все равно оказалось, что это не мой размер. Вот. И все равно некрасиво мне это. Это я говорю, что надо иметь очень такую идеальную фигуру, чтобы это на себя напялить, и чтобы оно тебе пошло. Так уж я уж классическая буду. Юбку карандашки, сверху свитерочки, и все. Не знаю, мне чтобы платье, наверное, купить не надо, чтобы это была какая-то плотная, очень ткань, и подобная под фигуру. Наверное, как-то так. Удивительно, что так туристы откуда-то взялись. Вон, есть французы. Это французы. Просто показывала. Смотрите, сзади меня. А то я-то там шла, один мужик заорал, не снимай меня, не снимай нахер. Пусть думают, что я сама себя снимаю. Ну, в общем, все. Ага, французы, бабушки, поехали. Ну, ладно, сейчас на этом заканчиваю пока этот репортаж. Надеюсь, что я сниму вечером на вечеринке. Но я, конечно, счастлива, что могу куда-то сходить на какой-то вечер. Я всегда рада общаться с кем-то. Ну, вообще, конечно, для меня фантастика, почему так тяжело мне тут с подругами. Я просто вообще не понимаю. Я, главное, никому никогда никаких подлостей не делала. Никогда никого не осуждаю, не обсуждаю. Почему? Вообще смешно. Мне всегда кажется, что со мной легко дружить. Но почему-то все равно никто не хочет. Смешно, да. Нет, в России у меня таких проблем не было. В России у меня, ого, у меня везде были подружки. У меня и по работе были подружки. И соседки, две соседки у меня были подружки. Потом, и, значит, и со школы подружки были. Ну, нет, у меня всегда вот проблем не было. И сейчас бы не было, если бы вот это почему-то сами люди вот так себя ведут, как-то непонятно. Да. Знаете, я подсела сейчас на такую программу. Вот Гордон ведет, мужское и женское. Боже. Вот. Я думаю, не надо мне это смотреть. Но вот оно как-то вот затягивает. И все равно смотришь, смотришь. И вот он там такую вот вещь хорошую очень сказал, что когда человек, ну, делает что-то плохое, и вот, ну, как бы... И вот все кругом удивляются, а как, ну, почему человек это сделал плохое, и при том с честными глазами, там, клянется, что он ничего плохого не делал. Вот Гордон говорит, что просто этот человек, ну, вот, ну, считает, что он правильно все делает. Ну, вот в его, видимо, мировоззрении, в его мировосприятии, его поступок, ну, не считается подлостью. Ну, не знаю, как это. Это невозможно понять, но вот так оно бывает, что человек, как бы, он и там показывают, там, ну, вот этих людей, которые бессовестны. И вот он говорит, ну, ты же, вот, бессовестный человек, ну, вот, ну, это же, ну, не нормально такое делать. А человек сидит и говорит, нет, я нормальный человек, я, нет, я ничего плохого не делал, вот. Шумно, наверное, очень. Вот, так что все это зависит от, в общем, человека, от его степени эгоизма, что ли, вот. В какой степени у человека больше эгоизма, настолько он, как бы, бессовестный, что ли. Чем больше уровень эгоизма, тем совести меньше, в общем. Ну, как тоже, Гордон тоже так же сказал, что если зашкаливает эгоизм, там не будет совести. Это, ну, люди не понимают. Вот, человек обычно такой, он, как бы, под себя все гребет, и он себя во всем оправдывает. Вот, ну, почему на меня так вот это нашло? Ну, потому что совершенно необоснованно, не знаю, как сказать. Ну, необоснованно люди как-то друг друга, о друг друге отзываются, и вот слушаешь, когда, и думаешь, ну, зачем так? Ведь в реальности это неправда. Ну, вот, видимо, чтобы покрыть свои подлости, может, свои какие-то плохие поступки, человеку лучше взять и на другого наклепать. Чтобы, типа, не я один скотина, и вы все кругом сволочи. Или, может, так ему легче, не знаю. Хочу вам показать, это у нас красивый очень отзыв. Гитард парк, центр парк, гитард, гитард. Вообще, это сейф-отели и резорт еще, резорт. Ну, то есть, резорт, это можно, как бы, часть собственности купить себе там, например, на какой-то период времени и каждый год приезжать. И тогда тебе отдых получается дешевле. Ну, это как бы ты, как бы, опытом отдых себе покупаешь. И вот этот резорт, то есть, вы можете купить, ну, вот этот резорт. Можете в любой части планеты отдыхать. Ну, кисненько тут такое. Вот, и в любом части можете отдыхать. Так, странно. Вроде так популярно, это вот то, что видео люди снимают. Все равно до сих пор продолжают пальцами тыкать. Так вот, я хотела сказать, что гитард, центр парк, резорт. То есть, если человек купил, ну, как бы, вот себе этот отдых, я не знаю, на сколько лет там, или на всю жизнь там можно купить, или на 10 лет, я не помню точно. Ну, вот, можно купить и отдыхать. И при том можно брать, ну, в любой части земли хоть где, где есть вот такие вот отели с резорт. Вот, и люди приезжают, как бы, у них уже все оплачено. Ну, это Наташа Куик, она фавилькона сейчас это рассказывает. Это я от нее не узнаю, она продавала эти резерты. Ну, ладно, до свидания. До вечера.